Село. Обыкновенное настоящее село. Я там не был на протяжении последних семи лет. Ничего не изменилось. И вот только недавно я съездил туда за грибами. До села вела такая же дорога. И все было бы понятно, если бы это я не снимал в городе. В каком городе? В Магнитогорске. А где? Да нет, не левый берег, а обыкновенный поселок Крылова. И понять-то надо, здешние дома это минимум 7 миллионов. Но где же дороги-то? Что за моей спиной и где я нахожусь? Если вы подумаете, что я нахожусь не в городе Магнитогорск, то вы будете абсолютно не правы. Я нахожусь в центре города Магнитогорска, Ленинский район, поселок Крылова. Что такое? И вы не видите? Вы не видите асфальта. Я вот это вообще не понимаю. В поселке Крылова живут очень богатые люди. В поселке Крылова живут нормальные товарищи, у которых дома строят под не один миллион рублей. И вот это? Ну как же так вообще возможно? Ну посмотрите. Здесь шикарный многоквартирный дом. И такая дорожка. Что это такое? Я предлагаю все это дело поменять. Вместе с дорожным специализированным учреждением города Магнитогорска. И кстати, чтобы стало понятно, сейчас это учреждение возглавляет грамотный специалист. Ну а чтобы вы поняли, вот результат. Небольшое количество транспорта вполне справляется с дорогами и их благоустройством. Новый асфальтоукладчик и катки. И то, что мешает асфальт и укладывает, еще и компрессор присутствует. И вы видите новинки. Так что дорожное специализированное учреждение с вами. Григорий Шутович, вот сколько, к примеру, может обойтись участок асфальта в 500 метров? Потому что мы вот находимся рядом с поселком Крылова, да? Центр города, поселок вроде классный, а дорог вообще никаких. Ну, в зависимости от, так скажем, подготовки основания, ну в среднем это 900 рублей квадратный метр. Можно это большим пирогом, так скажем, полностью профиль, да, основанием это делать. И, соответственно, затратив эти деньги, они вернутся в виде меньшего ремонта автомобилей, у которых все в поселке есть, так скажем, лично. Так что сегодня рынок у нас в городе очень много фирм, так что цена приемлема, приемлема. Люди, которые строят дома, такие, да, хоромые, и считают, что подъезд к нему не нужен, ну, ошибаются, наверное. Я вообще вот этого не понимаю. У меня есть дом, да, в поселке Лазурный. Хорошая, шикарная дорога, прямо к дому идет. Он, конечно, не такой крутой, как вот здесь дома. Здесь дома по миллион долларов. Но я не могу приехать к никому, потому что дороги просто ужасные. Так ли это должно быть? Потому что все-таки мы понимаем, что это есть центр города. Ну, конечно, конечно, нет. Но сегодня есть, так скажем, из-за нехватки денег, но есть, так скажем, программа по фрезерованному асфальту засыпается, так скажем, после ремонта основных магистралей. Но это тоже временный вариант, когда большие ливни, мы потом этот весь щебень видим на основных дорогах смоется. Поэтому лучше капитально один раз делать и не мучаться. И тем более понятен, что поселок по сути-то небольшой. Если брать вот проспект Карла Маркса, получается, Бестужево, да, и до, получается, до Ленинградска, да, тут делов-то хлопнуть и все. Ну, конечно. Но здесь население должно подумать, может, совместно с бюджетом, да, там, и решить эти вопросы. Чуть-чуть выложить, и все нормально. Я об этом говорю. Вот возьмем поселок Нежный. Они же полностью сделали. Вот и я про то. Да. Но когда они дома покупали в этом поселке Нежном, там сидеть это благоустройство, понимаете, значит, эти люди заплатили за свои деньги. Вот и все. Это просто самосознание или, я не знаю, или договариваться надо. Просто улицы устали, договорились, делали у себя. И там будет эта дорога служить лет 20. А вы это можете сделать? Да, без проблем. Все. И вот вы понимаете, да? Центр города, а такие дороги. Не доезжая до вас, ребятки. Вы здесь живете. Да потратите копеечки какие-то и сделайте себе нормальное асфальтовое покрытие. Потому что, ну, вообще непонятно, да? Поселок Нежный в идеальном состоянии. Поселок Лазурный, мой поселок, в идеальном состоянии. Радужный в идеальном состоянии. Хуторки в идеальном состоянии. Вы что тут делаете-то? Объясните мне. Это же центр города. И так получается, что пришли сюда, построили себе вот такие замечательные дома, там, по три, по четыре этажа. Вот. И проехать не получается. Все это в ваших мозгах, уважаемые мои господа горожане. Продолжение следует...